здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала вновь прибывшие случайно заглянувшие я вас всех приветствую меня зовут арсен спасибо вам большое за лайки за комментарии за ваши теплые слова девочки и мальчики свободное время все стараюсь читать и по возможности отвечать давайте сегодня посмотрим тему расклада личная жизнь этой зимой любовь этой зимой вот так назову расклад давайте посмотрим что у вас там будет происходить в любви этой зимой кто смотрит этой зимой да кто вы смотрит следующей зимой значит будет любовь той зимой которую вы посмотрите данный расклад потому что расклад начинает действовать в тот момент когда вы его просмотрели неважно через год через пять лет там через 10 до если вы притянулись к этому раскладу значит что-то вам надо там услышать будет итак давайте посмотрим что у вас сейчас в личной жизни в любви да на сегодняшний день потому что расклад на одну позицию и всем он конечно же не подойдет поэтому давайте сигнификацию посмотрим подходит будем смотреть дальше не подходит к сожалению не ваш расклад и так давайте посмотрим что сейчас у вас в личной жизни что сейчас у вас в личной жизни какая-то усмотреться одни старше арканы повалили но здесь есть мужчина на что с этим мужчиной у вас что с этим мужчиной у вас мужчина инфантил здесь мужчина какой-то инфантильную очень но здесь может быть даже если вы сейчас общаетесь то общаетесь очень скудненько на то есть у кого то может вообще здесь не общайтесь кто-то отказался от отношений на и у вас сейчас отношение на паузе кто-то здесь общается но может общаться Это, к примеру, по работе, по делам, по детям, если у кого-то дети есть, да, по бытовым каким-то вопросам. То есть здесь любовного-то сейчас особо-то нету ничего. Здесь есть две карты, которые могут указывать на семью, что вы были семьей, или у кого-то из вас есть семья, да. Я уже тут не буду копаться треугольники, не треугольники, да. Но этот мужчина был кармический, этот мужчина был судьбоносный. С ним вы однозначно хлебнули здесь горя. Скорее всего, да, по этим картам могу сказать, что один из уроков его именно был, да, прекратить вот этим инфантилизмом заниматься, вырасти из своих детских трусишек, да. Нужно принимать жизнь, принимать ответственность за свою жизнь, за отношения вообще, за качество жизни. Но по какой-то причине он этого не делает. И урок сейчас, на сегодняшний день, он как бы не особо-то проходит. Здесь был шанс на построение серьёзных отношений, да. По двойке кубков всё-таки вам давали шанс, да, на построение отношений здесь. И были чувства друг у друга. Но здесь мужчина, у него незрелое отношение к любви, понимаете. Он по-настоящему любви не умеет. Либо его не научили, либо он сам такой по себе, да. А может быть, у него в семье, там, в которой он родился, да, не было принято, к примеру, показывать любовь, да. И поэтому он не умеет выражать её. Потому что у него идёт туз жезлов и рыцарь кубков, да. То есть у него идёт подмена понятий. Я её хочу, значит, я её люблю. Да, то есть у него есть такое. И на поводу своего жезла может идти. Такое у него здесь частенечко происходит. Сейчас очень много у вас претензий. Именно у женщины почему-то мне показывают, что именно у женщин очень много претензий к этому мужчине. Либо он, может быть, сделал больно, либо ещё что-то, да. Либо вот потому что он с каким-то своим вот этим отношением, ни бы, ни мы, да, женщине надоело тут его ждать. То есть какая-то такая вот здесь история идёт. Я извиняюсь, я задую свечечку. Вот он здесь у меня жарит так. Так. Поэтому вот какая-то такая вот история здесь. Мужчины есть, толку от него нет, если одним словом сказать, да. Мужчины есть, толку нет. Ну, может быть, какая-то переписка здесь, какое-то, говорю, общение всё-таки. Открываю колоду, здесь может быть всё-таки. Восьмёрка жезлов, она может на это намекать. Ну, да, здесь был прям шанс, понимаете, хороший шанс был. Но кто-то начал манипулировать, кто-то начал, как модно сейчас говорить, сливаться, да. Кто-то вот здесь не взял на себя ответственность. Но я так понимаю, что здесь мужчина. Мужчина, кстати говоря, может быть от вас на расстоянии сейчас всё-таки. Да, и вы отвернуты, понимаете, вот. Вы идёте в сто, вы смотрите на перемены. Вы хотите перемен в своей жизни, вы устали уже вариться во всём этом, да. Вам хочется чего-то нового здесь. Поэтому вот такая вот история. Мужчинка-то есть, а перспектив кто-то не видит, понимаете. Вот у вас здесь в личной жизни, либо вы не видите перспектив развития с этим партнёром. Ну, к примеру, у него семья, и он не уходит. А вы думаете, ну чё, я здесь его 10 лет ждать, что ли, буду, да. Либо он не видит перспективы по какой-то причине. К примеру, вы замужем, да. Так, ладно, давайте перемены этой зимой. Перемены в личной, в любви, да. Какие у вас перемены? Киска, давай, ну что-то там ползаешь. Иди сюда. Шуршит пакетами. Так. Перемены в любви этой зимой. Какие у вас там будут перемены, перемены в любви этой зимой. Какие перемены у вас будут? Ну, здесь подвешена эта ситуация, в которой вы оказались. Она здесь уйдёт. Да, каким образом? Сейчас мы, конечно, посмотрим. Сейчас, секунду, я не могу, он там прям так шуршит. Прям отвлекает меня своё шуршание. Так. Какое-то подвешенное состояние здесь уйдёт. Да, вот подвешенное отношение, пауза между вами. Здесь именно вот это вот, оно уйдёт. Вот это кто у нас? Дайте-ка мне, кто это? Так, а кто это? Здесь прояснение, да, здесь прояснение будет ситуации. Здесь женщина возьмёт быка за рога. Каким образом ей надоестся ждать? Да, и она что-то здесь... Слушайте, ну я не могу, он прям здесь... Сейчас, секунду. Здесь женщина каким-то образом, знаете, возьмёт свою жизнь в свои руки, да, наведёт порядок в своей личной жизни. То есть она здесь, перемена какая будет, вы поймёте и примете тот факт, что да, всё, что происходит в моей личной жизни, это зона моей ответственности. Если я хочу быть несчастной, значит, я буду несчастной, буду сидеть ждать. Если я хочу счастья, значит, надо что-то делать. Здесь какая-то такая история. Здесь женщина, она маг, да, то есть она здесь берёт ответственность за свою личную жизнь. Идёт прояснение какой-то ситуации, идёт наведение порядка. Карта солнца, карта справедливости, понимаете? Здесь вот у вас вы... Может быть, эти отношения с этим мужчиной вы проясняете, наводите порядок, да, ждать, не ждать, буду, не буду, хочу, не хочу. То есть, да, к примеру, вы там с ним общаетесь или там просите о встрече или каким-то образом видитесь, да, и приходите к пониманию вообще, что дальше будет, да. Потому что я устала быть в подвешенном состоянии, я устала ждать у моря погоды, когда там уже разведёшься или когда-то там уже уйдёшь от моей соперницы. Неважно, да, какой там статус. В общем, здесь просто, да, вот всё. Давай решать, что дальше делать. Вот я в таком подвешенном состоянии больше быть не хочу. Возможно, здесь у кого-то проиграется так, что просто женщине наоборот, она не будет ничего выяснять, да, просто вот для себя поймёт и решит, что я больше в таком состоянии быть не хочу. Я больше в таких отношениях быть не хочу. Не хочу. Здесь какой-то незакрытый гештальт будет закрываться. Карта солнца – это карта прояснения, карта справедливости, опять-таки, наведения порядка в ваших отношениях, в вашей личной жизни. И по четвёрке Пентакли вы за что-то перестанете цепляться. Научитесь что-то отпускать. Либо саму ситуацию, что была между вами, да, либо партнёра. Да, вы выйдете из зоны комфорта. Здесь первая перемена в вашей личной жизни – это вы выйдете из зоны комфорта. Вы будете поступать как-то совершенно по-другому. Да, может быть, вы там раньше сидели, ждали у моря погоды, ничего не предпринимали, тут раз стали, да, сами что-то делать, сами что-то предпринимать, да, назначили встречу, поговорили. То есть здесь вот выход будет из зоны комфорта вашей. Вы будете действовать совершенно по-другому, не так, как привыкли, не так, как вас научили. что-то здесь вот. Ну и маг это человек, который деятельный такой, да, поэтому вот у вас перемена такая, выход из подвешенного состояния на ведение порядка вообще в вашей личной жизни. Если вы женат и замужем, да, то здесь может разговор идти про развод. Так, какая еще перемена в любви у вас здесь будет? Такая еще перемена в любви. Вы уйдете, если у вас, смотрите, если у вас отношения с мужчиной, смотрите, какой рогатый, красивый, если здесь, вот послушайте, это не для всех, да, если у вас здесь с мужчиной очень сложные отношения, которые не приносят радости, которые не приносят удовлетворения, когда там пришел-ушел, нестабильные отношения, да, когда вы не видите будущее в этих отношениях. Если у вас там есть будущее, это не слушайте эту информацию. Здесь именно такие тяжелые отношения, да, вот когда совсем все плохо, и отношения, к примеру, были на грани разрыва. Вот здесь кто-то из вас уйдет окончательно, да, то есть по восьмерке кубков все-таки может быть такое, что здесь закончите. Вы посмотрите правде в глаза, да, и поймете, что, ну вот, человек не меняется, ну вот такой вот он, да, кормит меня там завтраками, кормит меня обещаниями какими-то, что он там исправится, что он там будет себя по-другому вести, что он будет меня ценить, да, не постоянно обесценивать, что он там уйдет от моей соперницы, если он там, да, у вас есть треугольники, четырехугольники. То есть здесь какая-то история такая, когда вы посмотрите правде в глаза, да, объективно на своего партнера, и здесь будет уход. Перемена такая очень важная, да, то есть будете расчищать пространство, вот, и посмотрите на человека без розовых очков. Ну, туз мечей, да, здесь будет какая-то точка. Красивый туз мечей. Если у вас отношения не такие, это не ваше, да, то есть если у вас там все хорошо, никто никому не причинял боли, отношения более-менее нормальные, да, не абьюзивные какие-то, это вот просто мимо ушей эту информацию. Здесь именно такие сложные, тяжелые отношения, когда очень много боли, очень много претензий, очень много разочарований, обид. Вот это такие отношения. Вот здесь будет поставлена точка. Когда, к примеру, мужчина, как собака на сене, и сам не ам, и другим не дам, вот что-то такое, понимаете, здесь. Так, какие еще перемены у вас будут в вашей личной жизни? Ну, здесь опять, смотрите, вот вы что-то разрушите, и придет что-то новое. Да, прям какой-то, вот как только вы это разрушите, здесь прям начнется движение, понимаете, смотрите, восьмерка жезлов, колесница, башня и мир. Вот как только вы, это опять-таки, да, какую-то историю вы завершите, болезненную очень, здесь прям движение вперед у вас начнется, да, прям прорыв какой-то, уйдут какие-то переживания, наполнение ваше, да, здесь прям, вот, понимаете, вы скинете вот эту десятку жезлов, и прям здесь у вас идет какой-то мужчина. Да, смотрите, король какой-то идет. Какая-то переписка с ним начнется, общение, он может быть на расстоянии по колеснице от вас, но, да, вот как только вы расчистите свое пространство, здесь какой-то мужчина идет. У кого-то не у всех, да, может проиграться все-таки король мечей, это может быть бывший, может быть такой, но не у всех. Почему-то мне идет, что это больше, как у кого-то новый будет, понимаете. Да, смотрите, позитивный исход здесь может быть такое, что это может быть бывший. Он все осознает, все поймет, трансформацию свою пройдет, и здесь может вернуться, да. То есть, как только он поймет, что он вас потерял по восьмерке кубков, да, все, это конец. Он здесь зашевелится, да, и здесь, собственно говоря, поймет, что все, вы уже во что-то новое ушли, вы уже не хотите ничего, не верите ни во что, здесь он может вернуться. Но это не у всех, понимаете, здесь смотрите, да. То есть, если вы знаете, что человек может к вам вернуться, значит, это бывший. А если это, ну вот все, ушли там, и вы уже там годами не общаетесь, ну, скорее всего, это какой-то другой мужчина будет, потому что здесь, ну, очень у маленького процента все-таки проиграется, что коров мечей-то бывший. Ну, может быть такое, я не исключаю. Все-таки расклад общий, и когда я задала вопрос про бывшего позитивный исход, у кого-то все-таки такое может быть. Давайте посмотрим для одиночек. Если вот вы одиноки, вообще у вас никого нет и привязок нету, давайте посмотрим, что у вас здесь будет. Ой, ну здесь тоже любовь какая-то идет. Да, после тройки мечей здесь какая-то история здесь у вас, с кем это у вас будет. Вы очень много чего-то ждали, не получалось, да, были постоянно в отшельниках каких-то, причем это очень долго, какое-то длительное очень время. У вас была сердечная рана здесь, у вас либо семья была, либо не сложилась семья, да. Мужчина здесь выбрал, скорее всего, не вас, ну, каким-то образом сердце вам разбил. И очень долго вы были, смотрите, рыцарь Пентакли-отшельник, семерка Пентакли, в каком-то ожидании любви, ожидание, когда что-то закончится, ожидание, когда придет мужчина, ожидание самой любви и чувств, да, потому что я одна, мне тяжело, ничего не получается, и достаточно, причем длительное время, понимаете, вы уже здесь, может быть, по этой карте уже даже перестали в это верить, да, но здесь, прям, смотрите, шанс идет у Пентакли на построение каких-то отношений. Здесь какой-то мужчина идет у вас. Будет вам дан шанс? Сейчас, да, здесь будет дан шанс, только единственное, что говорят, не вспоминайте прошлое, да, отпустите свое прошлое, все вот эти болезненные истории с этим мужчиной, да, и тогда, в общем, вам дадут шанс. Здесь нужно вот эту боль, вот эту троечку мечей, да, ее отпустить. Вот, и здесь будет какой-то император. Здесь мужчина может быть постарше вас, по императору, да, либо он такой с характером будет, но шанс будет дан. Воспользуйтесь вы этим шансом или не воспользуйтесь, это уже другая история, да, захотите, не захотите, это уже, собственно говоря, ваша зона ответственности, но здесь мужчина какой-то идет. Единственное, что вам здесь говорят, вот тоже, да, отпустить какое-то прошлое. Кто-то здесь подсознательно, может, вы не отдаете себе отчет, да, потому что подсознательно это область бессознательного, мы не понимаем, что там, да, нам кажется, что все хорошо, а потом начинаешь прорабатывать себе, и куча обид вылезает, и куча там боли вылезает, непроработанной, да, и задетое эго наше. Здесь тоже десятку вот этого мечей нужно отпустить, потому что по девятке жезлов что-то вот у вас, может быть, не расставлены точки над «и», да, то есть в глубине души, может, подсознательно вы хотите там, да, расставить эти точки над «и» и посмотреть мужчине в глаза, посмотреть, да, вот как он там, как ему живется, когда он не изменил, ну, к примеру, да, вот, поэтому здесь вот вам советую, да, вот для самой себя просто поставить точки, не обязательно с ним, да, его видеть там, а просто вот для самой себя эту историю закрыть и отпустить. Если вы, да, говорю, что у вас здесь никого нету, значит, это, ну, бессознательно, да, посмотрите там, какие-то техники, практики поделайте, если, потому что вы здесь долго одиноки, и это именно прошлое вам мешает, не проработанное, не отпущенное прошлое. Опять-таки, да, если вы мне сейчас скажете, нет, я все отпустила, посмотрите в область бессознательного, да, поковыряйтесь там, по медитации поделайте, потому что здесь не отпущено, и тогда здесь будет у вас мужчина, причем по карте суда он такой будет, да, с ним, смотрите, десятка кубков, с ним можно построить семью, прям судьбоносной, для семьи идет мужчина, это и зимой для вас, с которым можно построить, у кого стоит вопрос деток, можете даже деток здесь родить, ну, кто в детородном возрасте, естественно, да, здесь можно даже с ним построить семью, да, здесь есть, здесь будет с ним шанс, прям шанс на построение отношений, ну, вы что-то будете здесь, да, вы как будто будете бояться, понимаете, вот он придет такой, а вы можете не поверить своему счастью, что такие мужчины бывают, будете искать везде подвоха, ну, а неужели он такой хороший, а неужели он вот такой прям взял и ответственность за меня, да, а неужели вот он такой мужчина-дела, то здесь вот это тоже убирайте, просто вот наслаждайтесь тем, что он есть, поэтому здесь какие перемены в любви, здесь вот у кого-то старый точно придёт, какой-то обновлённый тут после трансформации, да, такое здесь может быть, ну, очень у маленького процента, да, девочек у кого-то всё-таки это больше новое будет ну и опять-таки у вас какой-то такой может быть как раз перед Новым годом вы начнёте переводить порядок, все свои мысли все свои там чувства, да и вот запустится какой-то процесс да, вот вы понимаете, вот опять восьмёрка мечей сила, да, и аэрофант, вот здесь прям выход, выход будет из какого-то вот такого состояния вашего энергетическим, вот здесь на карта силы вы будете прикладывать усилия чтобы вот из этого состояния вы выйти высшие силы вас будут направлять да ну вы решительно будете настроены, вы решительно будете настроены из дьявола выйти, да, вы идёте к своим мечтам к своим целям, смотрите ну и будут перемены здесь однозначно перемены вопрос, да, будут ли перемены перемены будут ой, карты полетели поэтому вот такой вот у нас получился расклад перемены ты зимой в любви однозначно у вас будут причём перемены положительного характера да, то есть даже если вы там с каким-то мужчиной расстанетесь, без которого не могли смысл господи, по-русски всё, уже не могу если вы здесь уйдёте от мужчины которого там очень любили не видели без него жизни здесь потом вы поймёте что это не жизнь и была да, потому что будете сравнивать с другим мужчиной и поймёте, что там вообще и не пахнет ничем хорошим вот, поэтому вот такой вот у нас расклад девочки, мальчики всех люблю всех целую пожалуйста, будьте осознанны и до новых встреч!